Пока за порогом кипят предвыборные страсти, в овальном зале спокойная деловая обстановка. На каникулы депутаты уходили лишь формально. По факту выезжали в регионы, работали в комиссиях, где штудировали вопросы, по которым сегодня и в ближайшее время предстоят серьезные решения. Заключительная сессия в чем-то напоминает экзамен. И сдать его депутаты намерены без хвостов. Работу в парламенте над наиболее актуальными документами планируют завершить тем же составом, что и начинали. Ведь здесь, как и на экзамене, оценки принято выставлять по финальному результату. В осеннем расписании около шести десятков законопроектов. 14 из них рассмотрели уже с первый день. Сессия будет короткой, но во многом показательной. Выполнить работу достойно. На нужный лад депутатов настраивает спикер Нижней палаты парламента. Первый вопрос и попадание в десятку. Закон о лекарственных средствах предлагают в новой редакции. Что изменится? Во-первых, регистрация препаратов. Она станет проще. То есть, если лекарство одобрено и пять лет применяется без нареканий, то проходить процедуру заново не придется. Регистрационные удостоверения выдадут бессрочно. Наряду с этим зеленый свет дадут препаратам для пациентов с редкими заболеваниями. Такие лекарства появятся в раннем доступе. Срок регистрации для них на год. На сегодняшний момент проводится достаточно много клинических исследований, касающихся онкологии, редких генетических заболеваний. И принята практика, когда первая и вторая фазы клинических исследований показывают высокую эффективность данного препарата, его условно регистрируют, не дожидаясь полного окончания клинических испытаний. Мы просто фактически тоже эту практику начинаем применять у себя. Доступнее медицина станет и на селе. Купить лекарства можно будет, не выезжая в райцентр. Поможет фельдшер. В тех населенных пунктах, где нет аптек, аптечных киосков, врач или фельдшер, которые приезжают для проведения профосмотров по вызовам населения, продает препараты, которые необходимы по государственным ценам тем, кому это надо. Жаркая дискуссия развернулась вокруг закона о рекламе. Двигателю торговли придется слегка сбавить обороты. Из почтовых ящиков предлагают убрать спам. От навязчивой рассылки можно будет отказаться по желанию. Запретить намерены кричащие рекламные прицепы, а также звуковую рекламу в общественном транспорте. Поступившее большое количество обращений, что она раздражает пассажиров общественного транспорта. Но в то же время вопрос, я думаю, будет на самом деле спорным. Поскольку я уже этот вопрос прорабатывал, я проработал уже Гомельскую область, Гродненскую область, именно владельцы, так скажем, общественного транспорта выступают, как бы просьб, поскольку это тоже шедет доход. В повестке осенней сессии серьезный блок экономических вопросов. Со дня на день в парламент поступит проект бюджета на следующий год. Важнейший документ примет шестой созыв. Сегодня бюджетно-налоговая политика проводится в соответствии с задачами, приоритетами, которые обозначены программой социально-экономического развития нашей страны. Все мы прекрасно знаем, какие это первоочередные задачи. Это прежде всего усиление социальной направленности расходов, повышение заработной платы в бюджетной сфере, повышение уровня и качества жизни нашего населения и, конечно, поддержка малообеспеченных многодетных семей. К работе сегодня приступили и сенаторы. В Совете Республики рассмотрели четыре вопроса. Это ратификация международных договоров и соглашений. Впереди напряженный график. Выборы в Сенат раньше парламентских. А значит, и времени на завершение передачи дел гораздо меньше. Татьяна Ревизори, Сергей Вяль. Наши новости ОНТ.